Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры. Слава Богу, мы в Доме Божьем снова все вместе радостны, что мы видим друг друга и ходим на общение с Господом, чтобы слышать Его Слово, чтобы поклоняться всем вместе Ему. Ну и конечно у нас еще сегодня особенный день, день Святого Таинства Причастия, когда мы исполняем заповедь Божью, которую нам оставил, когда мы особенным образом вспоминаем о Голговской жертве, напоминаем о ее ценности, важности в нашей жизни, чтобы мы никогда об этом не забывали, всегда помнили, чтобы это было живым в нашем сердце. Поэтому нам нужно это взгревать. К сожалению, мы люди такие, что наша память коротка и грех, который в нашей плоти, он постоянно пытается нас увезти от Господа, погрузить какую-то суету этого мира, направить в другую сторону. Но ведь само слово грех, да, оно переводится как мимо цели. Мимо цели, чтобы мы шли, жили мимо цели, чтобы мы поступали мимо цели. Поэтому нам нужно обновление. И Господь Иисус, зная об этом, Он оставил нам эту заповедь, чтобы мы ее исполняли. Слава Богу. И, конечно же, в этот день мы не просто так приходим к Божьему престолу, мы приходим, задумываясь над тем, что в нас еще порочит имя Божье, размышляем над этим. Поэтому мы заранее говорим об этой заповеди, что мы будем ее исполнять, чтобы в исповедании отдать наши согрешения Господу, чтобы Он очистил, ломыл нас своей кровью. И, конечно же, чтобы наши отношения, они обновились. И хотя мы знаем это, и мы верим в это, и мы принимаем это, что все наши грехи Иисус простил. Аминь, да? И когда Он касается наших сердец, это Он дает нам покаяние в наши сердца и желание именно покаяться. И мы возрождаемся один раз, да? Несколько раз возрождаться невозможно. То есть Бог возрождает один раз и вкладывает веру, веру в Его жертву. И в этот момент, да, можно сказать, Бог очищает нас, приходит спасение, и все грехи, мы говорим, прощены, да, и бывшие какие, и настоящие, и будущие. Но это в ракурсе, в ракурсе нашего спасения, в ракурсе вот этого глобального масштабного Божьего действия. Конечно же, мы спасаемся один раз и навсегда, когда Бог прикасается к нашему сердцу. И мы об этом тоже напоминаем в этот день, о том, что эта жертва была дорогая, ценная, чтобы мы всегда о ней помнили. И вот мы сейчас будем прославлять Господа, и здесь есть такие слова в этом псалме. «На нас лежит непережитое страдание, и кровь Его над нами словно щит». Да, раз и навсегда Он, когда касается нашего сердца, дает вот это покаяние. Потому что покаяние – это от Бога, это не наше, мы сами захотели, покаялись. Нет. Это опять же Он дает все. Один раз и навсегда, и мы приобретаем это спасение. Поэтому, говорит, вы избраны, да, и Он дал нам Духа Святого, дает в залог, что доведет нас до конца. Но помните, когда Иисус давал заповедь своим ученикам, Он что им делал? Он ноги им умывал, да, и говорит, а мы тому нужно что только? Ноги омыть, да, и что мы, как мы принимаем вот это действие Иисуса Христа? Это как образ определенный, что мы все равно, ходя в этом мире, мы много согрешаем, даже будучи уже в нем. И Писание нам об этом говорит, что мы много согрешаем, и апостол Иоанн об этом пишет. И поэтому, чтобы нам от этих согрешений обновиться в отношениях с Богом, нам необходимо исповедание своих грехов. Потому что чем опасны наши согрешения? Различные согрешения, да, для Бога грех есть грех, да, Он ведет к смерти. Но есть последствия определенные от различных согрешений, есть видимые какие-то явные согрешения, есть мысли наши греховные, которые тоже согрешения, от которых тоже надо очищаться и исповедовать их пред Богом. А есть действия, и вот если действия, да, они большую какую-то внесут за собой, какие-то обстоятельства в нашу жизнь приносят. И это все нужно исповедовать пред Ним. Большие последствия, когда грех видимый, особенно видимый, если верующий согрешает пред другими людьми, пред другими верующими. И люди смотрят на него и говорят, вот, да, вот, как Он верующий, Он согрешает, для нас это печалит наше сердце. Конечно, в это исповедание, оно должно быть, есть различные формы исповедания, есть и, когда при собрании люди должны исповедовать свои грехи, если они явные, видимые, не просто вот так, да, чтобы мы видели это покаяние в сердце человека, действительно, если Он верующий человек. И поэтому мы говорим, что есть разные согрешения, которых мы, к сожалению, да, они всю нашу жизнь, они проявляются. Всю нашу жизнь они проявляются. Но для чего ты исповедуешь свои грехи? Знаете, вот мы хотели бы сегодня поразмышлять над этим вопросом. Для чего ты их исповедуешь? Вот что ты хочешь от Бога, когда ты исповедуешь? Это грех какой-то, да, свой. Какую цель ты этим преследуешь? Это просто тебе сказали, что нужно исповедовать, а ты исповедуешь? Или ты боишься, что Бог тебя как-то накажет? Ну, особенно, знаете, там, может быть, материальным каким-то образом. Болезнь пошлет, придет какая-то. Или что-то, материальный убыток какой-то земной. Что ты, для чего ты исповедуешь? Мы знаем, что грех, он несет какую-то самую плохую вещь в нашу жизнь, жизнь верующая. Он ставит преграду в общении между нами, верующими, и нашим Небесным Отцом. Да, спасение ты вроде бы не теряешь, да, Бог доведет тебя до конца. Но преграда становится, ты его уже не слышишь, ты погружаешься вот в такое вот состояние, когда ты живешь по-своему, когда твоя плоть, она быстрее реагирует на какие-то вещи, которые приходят в твою жизнь, на проблемы, на ситуации. И ты как будто заслонил ухо свое от Божьего голоса, от его вразумления. Вот этим и опасен грех. Ты погружаешься в суету этого мира, ты живешь уже своими страстями какими-то, желаниями. И поэтому нам нужно это исповедание. Для чего? Для того, чтобы иметь общение с Богом, чтобы слышать Его. Знаете, захотелось зачитать Псалом 31, Псалом Давида. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, то есть не исповедовал, да, обветшали грех, когда не приходил к тебе с покаянным сердцем. Обветшали кости мои от вседневного стинания, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вот он, это Давид, да, рассказывает о своих переживаниях. Давид был богатым человеком, у него все было. И он говорит, что когда я согрешил, вот что внутри меня происходило. Я не находил себе места, вот эта вина. Для меня самое большое наказание, говорит, и это образ и наш, для каждого верующего человека. Самое большое наказание от греха, это то, что вот внутри меня нету мира, нету покоя, нету радости. Как помните в 50-м Псалме, да, верни мне радость спасения. Он осознает, что он спасен, но радости нету. То, что ты согрешил, эта вина на тебя давит, тебе плохо от этого. Не то, что ты там потеряешь что-то, да, там у тебя что-то случится там, в материальном образе, что какой-то убыток или что-то там в земной жизни ты потеряешь. Нет, для него главное то, что вот это переживание внутреннее, вот эта вина, что он обманул своего Бога, да, что он не пошел по его пути. Внутреннее состояние, это общение нарушилось, потому что он молчал, говорит, грех к этому привел. Он не мог даже сказать, что грех к этому побуждает жить по своему я. Дальше он говорит, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Аминь. Ты снял, когда я исповедовал, искренне, честно, я открылся пред тобой, да, я вот такой. Бог и так знает все наши грехи. Он и так знает, что у нас в мыслях, что у нас в сердце. Перед ним ничего не скрыть. Он хочет, чтобы мы открыли уста свои, и мы признали честно перед ним это. Не так где-то в мыслях там, а придя к нему устами своими, рассказали, вот здесь я плохой, вот здесь я такой, здесь я не то делаю, здесь я не так поступаю, прости. Измени меня, исцели меня. Он говорит, зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда развитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями, избавлением. То есть он знает, да, Бог, он милостив, он обещал нам, и мы читаем сегодня Писание, что мы исповедуем грехи наши, да, то он, будучи уверен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды. И вернет эту радость, вернет этот мир и покой. Это только благодаря Иисусу Христу это стало возможно. Только ему, благодаря его жертве на Голговском кресте. И дальше он пишет, вразумлю тебя, наставлю тебя, это слава Бога, на путь к верующим, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Он как бы показывает нам, что когда он открыл грех, эти отношения, они возобновились. Он стал слышать голос Божий. Он стал иметь отношения с Богом близкие и доверительные. Знаете, для чего ты исповедуешь свои грехи? Для тебя важное отношение с Богом? Задумайся сегодня. Тебе нужен Христос в твою жизнь. Ты не можешь без Него жить. Тебе нужно с Ним общаться. Он твой друг. Или просто для того, чтобы вот что-то тебя вокруг материально было обложено, чтобы никаких таких вот каких-то вещей земных, да, каких-то плохих в твоей жизни не произошло. Или тебе нужен Господь? Знаете, мы будем петь Псалом сейчас. И здесь есть такие слова. Сливаясь с Ним, мы учимся любить. Знаете, мы любить сами по себе не можем. Только когда мы имеем с Ним отношения, общения. Он учит нас любить. Он учит нас дружить. Он учит всему нас. Он только. Когда же грех стоит, то мы не можем. Или здесь. О, как нам хочется порой дотронуться, коснуться сердцем теплоты Его. Вы знаете, вот эту теплоту может снова ощутить тот, кто ее когда-то ощутил. И для этого ему может важно. Ему не важно, что там у него в материальном сфере происходит. Но главное вот это общение с Богом. Он понимает, что человек верующий, что Господь даст ему то, что ему нужно. В том количестве, в котором ему нужно. Но для него самое главное общение с Богом. И то, что он понимает, да, что вот. Он слышит голос Божий. Он может его слышать сегодня. Он может с ним общаться близко, доверительно. Ощущать его теплоту, близости. Да, теплота это близость. Когда мы прижаты другу, мы чувствуем теплоту. И как знаете, когда мы крутим радиоприемник, да, вот. Когда мы настраиваемся, чтобы настроиться на волну Божью, попасть на нее. Вот это должно быть для нас важным. Потому что когда с нами Бог, тогда ничего не страшно. Тогда приходит вера, уходят сомнения. Ты можешь сегодня иметь много денег, но ты будешь постоянно в сомнении, в раздражении. Ты не будешь счастливым. Ты будешь гоняться еще больше за этими деньгами. У тебя будет беспокойное сердце. Но когда ты с Богом, у тебя будет все хорошо. Ты будешь ощущать себя действительно по-настоящему счастливым человеком. Когда ты имеешь отношение с Иисусом. Когда ты ощущаешь Его близость. Но этого мешает наше согрешение зачастую. Поэтому мы исповедуем наши грехи. Чтобы этот канал, он очистился между нами и Богом. Чтобы мы могли Его слышать, слушаться и ходить Его путями. Поэтому давайте мы об этом будем задумываться. Если кто еще этого понимания не имеет, то можно попросить Его у Господа. Попросить прощения, что может быть Он раньше так не думал. А сегодня Ему это открылось. И Бог простит и очистит, как Он и обещает. Когда мы действительно честно, искренне исповедуемся пред Ним. И наладит все наши отношения. Давайте мы встанем, помолимся и прославим Господа. Спасибо.